Крылья ангела. Под таким названием в Якутске организовали акцию для многодетных семей. Из атриума торговых рядов кружала с нами на прямой связи Павел Танин. Павел, расскажите, как много участников и в чем заключается конкурс? Юлия, добрый день. Сегодня, по словам организаторов, на этот конкурс заявлено 140 участников. Это не только дети из Якутска, это дети из близлежащих районов, в том числе Хангаласского, Горного. Вероятно, даже есть представители Вилюйского района. Между тем, эта акция проходит не только в нашей республике, в ней участвуют 70 регионов страны. Поэтому, учитывая часовые пояса, возможно, Камчатский край и Сахалин уже нарисовали своих ангелочков, а кому-то только предстоит сесть за свои мольберты. Возраст участников колеблется от 7 до 16 лет, их разделили на три возрастные категории. Первая возрастная категория – это от 7 до 9, и они разместились за столами. За моей спиной прямо находятся. Остальные же участники, остальные две возрастные группы – средняя и взрослая – они рисуют на мольберта, как настоящие художники. И в каждой возрастной категории будет определено по три победителя. И не случайно я в руках держу вот эту карточку. Это сертификат на приобретение канцелярских товаров, который получат победители. Учитывая, что это рисующие дети, это очень хороший подарок для них, потому что они смогут приобрести краски, смогут приобрести ватманы, кисти и развивать свое мастерство. Ну и стоит сказать о том, что же рисует ангел. Почему выбрали именно ангела? Потому что ангел, он олицетворяет маму, которая всегда и постоянно на протяжении всей нашей жизни оберегает нас. И несмотря, как известно, для наших мам мы всегда будем детьми, сколько бы лет нам не было – 7, 16 или 30. На этой позитивной ноте у меня все. Участники будут рисовать еще 2 часа, и в 15.30 они узнают, кто же из них стал победителями. Между тем организаторами выступает общественная организация «Матери России», региональное отделение, Министерство молодежи и Министерство образования. Именно они организовали сегодня эту акцию в Якутске. Юлия